Школьную форму отменили еще два года назад, но все же родители по старинке стараются нарядить своего ребенка к первому звонку, особенно первоклассников. Мы отправились на новый рынок, чтобы узнать, сколько же потратили родители на подготовку к школе. Покажите, расскажите нам вот стандартный набор для девочки. Да, сарафанчик, блузочка, юпочка и в какую стоимость это обойдется родителям. Есть еще? Пожалуйста, сарафаны 250 гривен. Это уже с уценкой. Это Польша. Цена ее 500 гривен. Ну, качество, естественно, хорошее. Да, по блузочкам что? Вот с коротким рукавом и с длинной? Хорошо, с коротким рукавом. Значит, это остаточки Венгрии 350 гривен. В этом году блузки все по 500, к сожалению, такие цены. Даже скидку как бы сделать невозможно. Ну, красивое. А вообще как? Родители приходят? Родители приходят, ищут остатки. Очень мало. В этом году очень мало. Еще, если в прошлом году добирали что-то, в этом году мало. В этом году вообще говорят, что, наверное, они не пойдут в школу. Ну, одевают первый, четвертый класс. Пятый класс уже практически не одевает никто. Белый верх и черный низ у молодежи до сих пор в тренде. Впрочем, на замену строгим костюмам с рубашкой приходят черные джинсы и поло. Чисто школьные, вот что у нас оставалось, вот такие костюмы, наборы, уже никто набирает вообще. Мальчик костюмы тоже никто уже вообще-вообще. Вот в этом году, как сказали, что школу отменили, вот ну уже. Классический костюм продать это уже... Невозможно? Ни одного мы не продали. А что берут мальчики вместо костюмов? То есть это джинсы, что это? Да, это джинсы, это вот такое вот плана. И в какой стены? Тоже цены у нас 300 и 280, вот ценники на... от 280 и до 600. Удобная кожаная обувь обойдется родителям в 700-800 гривен за пару. Дешевле можно найти в интернете, но вряд ли вам ее доставят за один день. Можно также сэкономить, если сделать выбор в пользу синтетики. Стоимость такой обуви 300-550 гривен. Туфли я покупала в Будапеште. Цена их была 500 гривен. За 300 я их еле-еле продаю. Еле-еле. Ну вот такое. Еще и требует скидку, да. Вот два вида. А для девочек туфли? Для девочек тоже уценила по 300 гривен. Хорошенькие. Хорошие моделечки, да. Не отходя от кассы, мы с Натальей решили ответить на главный вопрос. Какой чек получат родители, если закупятся необходимыми вещами для учебного года в ее магазине? Вот если взять сарафанчик, то 250 гривен. У нас есть такие сарафаны, это правда, вон цена. Есть у нас и юпочки тоже, 250, 200. Ну, самая дорогая, вот теннисская, какая сейчас в тренде, 400 гривен. Будем считать самую дорогую юпочку. В среднем 400 гривен брюки. Брюки тоже есть, и дороже, и дешевле. Тоже в среднем 400. Ну, блузочка мы уже такую считали еще с рукавчиком. Можно прикинуть еще 300. Вот, и белья еще на 150 гривен запросто можно взять белья. Полторы тысячи, да. Констовары вроде как мелочь, но чек в конечном итоге получается очень увесистым за все ручки и тетрадки. Расскажите, цены, сколько будет родителям вот констоваров? Вот, начиная от ручей, заканчивая тетрадями. Для учеников, там, первых, четвертых класса это фломастер, пластилин, вот, все вот, как вы продаете? В среднем от 500 гривен до 1000 гривен, смотря у кого какой кошелек. Тетрадь, если просто школьная, ученическая тетрадь, 12 листов в среднем 3 гривны, 96 листов в среднем 15-16 гривен. Что еще сказать? Дневники, к сожалению, мы уже все продали. Обложки на учебнике 25-35 гривен, линейки, наборы 15 рублей, 30 рублей, 25 в зависимости от комплектации. Цветные карандаши изумительные. Есть марка карандаши, фирма такая, которая подороже. Акварельные карандаши, просто цветные карандаши. Качество замечательное. От 30 гривен и выше. Продавцы отмечают, что особенно тщательно родители школьников выбирают рюкзак. Важен не только дизайн, цвет, разнообразие отделений, но и влияние на осанку. Смотрите, у нас рюкзачки везде выложены, то есть каркасные – это малыши, первые классы, девочки. С этой стороны мальчики, каркасные – тоже первые классы. Разные модельки, разные цены, то есть от 700 гривен и выше. В среднем какие-то ельники берут? Ну, в среднем берут по полторы где-то тысячи, у кого есть возможности кайтовские, то есть как бы немцы. Чтобы более-менее нормально собрать ребенка в школу, родителям нужно потратить от 3,5 до 4 тысяч гривен. Но не забывайте, что это только начало. Ведь впереди еще траты на учебный материал, например, прописи и учебники. Так называемые благотворительные взносы в наших учебных заведениях также не стали еще пережитками прошлого. Продолжение следует...